В этом видео я помогу вам разобраться, в какое именно место правильнее всего установить коллиматорный прицел. Прежде чем устанавливать прицел, вам нужно определиться, в какой стойке вы собираетесь стрелять. Используя разные стойки, и положение прицела будет разным. Если вы стреляете, скажем, практическую стрельбу из ружья, то у вас агрессивная стойка. Если вы стреляете на большую дистанцию, и вам нужно сделать один точный выстрел, у вас другая стойка. И каждый раз положение головы будет меняться и по высоте, и относительно прицела чуть ближе и чуть-чуть дальше. Главным принципом здесь является не подстраивать себя под прицел, а прицел подстроить под себя. Поэтому вы определяетесь со стойкой, которую будете использовать для этого оружия. Я определился, моя стойка будет фронтальная. Если вы решили, что у вас будет боковая стойка, если вы щекой хотите касаться приклада, соответственно, и линия прицеливания у вас будет значительно ниже. Второе, с чем стоит разобраться, это какой именно прицел вы собираетесь использовать. Прицелов огромное количество. Есть прицелы по габаритам маленькие и большие, есть тоннелированные и открытые. Открытый прицел позволяет видеть прицельную марку с больших углов. Вот один из примеров тоннелированных прицелов, в данном случае это сайт Марк. Честно говоря, я думаю, что уже время этих прицелов ушло. Они, честно говоря, вообще не нравятся мне ни в каком аспекте. Не только из-за того, что громоздкие, но, например, вот включив марку, я вижу марку. Я убрал голову чуть-чуть буквально, что я убрал, и уже марка спряталась. Маленькое окошко, плохое поле зрения, много лишней резины, алюминия и всего остального. Куда бы вы прицел ставить не хотели, в любом случае я рекомендую вам ставить модели более компактные и с большим полем зрения. Также нужно понять, линза у вас будет большая или линза у вас будет компактная и маленькая. Два прицела, имеющие одинаковый размер линзы, но у этого прицела я с гораздо большего угла увижу край прицельной марки. Здесь же край прицельной марки у меня будет закрыт боковиной прицела. Себе можете представить, если у вас труба, и вы в нее смотрите, поле зрения маленькое. Если же у вас тонкая рамка, то поле зрения у вас будет гораздо больше. Здесь все понятно. Вы определяетесь, какой именно прицел вы будете использовать. При покупке прицела это уже другое видео. Какое там выбирать, качество, цена, соотношение, цель и так далее. Но, предположим, вы уже знаете, какой у вас будет прицел. Идем дальше. Также для вас может иметь значение так называемый ковидность прицел. Английское слово соответствие положения прицельной марки и положения ваших механических прицельных приспособлений. Например, когда вы стреляете, многие беспокоятся. А вдруг сядет батарейка? Хотя батарейка работает по 5 лет. Или, а вдруг у меня разобьется линза и сломается прицел. Ну, если что, конечно, можно просто выкинуть, снять прицел. В общем, мне кажется, выдуманная и высосанная из пальца проблема, поскольку прицельные механические приспособления могут сломаться с тем же успехом, как и коллиматорные прицелы. Если вам все-таки нужен ковидность, то есть если вы хотите стрелять с помощью механического прицела через оптический прицел, в данном случае коллиматорный прицел, тогда, естественно, вы уже будете ориентироваться не только на положение головы, но и на то, на какой линии у вас находятся механические прицельные приспособления. Традиционно на AR-системах прицельные приспособления находятся выше, и есть даже такие рукоятки с прицелом, как на М16. На других системах, например, типа Калашникова, прицельные приспособления находятся чуть пониже. Если у вас высокий прицел, то вам придется на проставку ставить прицел. Если у вас низкий прицел, то, может быть, вам достаточно будет установить его напрямую на планку Пикатинни. Прицел можно ставить близко к глазу и далеко от глаза. От чего это зависит? Если вы хотите в неудобных положениях, с отклонением влево или вправо, в большей степени видеть вашу прицельную марку, тогда для вас имеет смысл устанавливать прицел ближе к своему лицу. Поскольку угловой размер будет ближе, если у вас стекло коллиматорного прицела ближе к лицу, оно будет больше. А если оно дальше, оно будет в перспективе меньшим. Соответственно, и имея большее стекло, у вас есть больше возможности видеть прицельную марку слева или справа. Здесь нет правильного или неправильного рецепта. Вы сами определитесь, где вам это нужно. Но, например, устанавливая прицел совсем рядом с глазом, можно и ненароком удариться при отдаче. Например, здесь на 12-м калибре. С другой стороны, устанавливая прицел впереди, вы можете столкнуться с тем, что пороховые газы будут пачкать линзу. И после нескольких выстрелов она станет полупрозрачной. И потом надо будет ее тереть и портить напыление. Но, как видите, в данном случае, например, ДТК отстранен. Он находится далеко впереди. И газы в меньшей степени будут загрязнять стекло. При этом, если вы ставите прицел впереди, то немножко изменяете баланс. И также, если вы поставите прицел, например, на цевьё, то с высокой степенью вероятности на винтовке у вас будут отклонения. Поскольку есть небольшой люфт на практически любом цевье. И, как правило, планка Пикатинни не позволяет вам держать ноль на больших дистанциях. Но если вы стреляете дробью из ружья, то это практически не имеет никакого значения. Что еще следует учитывать? А что, если поставить прицел в середине? Здесь тоже могут быть нюансы. Например, на ружьях типа Сайга или Вепрь гильза, выбрасываясь под углом приблизительно 45 градусов, бьется в ствольную коробку и дальше отражается. Это нормальная работа. Но когда вы устанавливаете габаритный прицел, то, отражаясь гильза, может залететь обратно, что вызовет задержку, печную трубу. Вам это точно не надо. На других системах, например, здесь экстракция происходит чуть-чуть в другую сторону, и здесь можно ставить прямо над окном. Но в любом случае есть широкие прицелы выступающие, например, ИОТЕК, которые своими краями будут перекрывать окно экстракции. Вам это не нужно. Кроме того, устанавливая оружие на винтовке, на карабине, может статься, что гильза, вылетая, будет биться либо в прицел, либо вовсе в стекло и будет повреждать его. Это вам тоже не нужно. Если вы предпочитаете удерживать оружие вот таким образом, то ваш палец может становиться на пути, и вы частично будете перекрывать линзы. Из-за этого, например, вам тоже захочется поставить прицел чуть повыше. Ну и теперь, наконец, мы дошли до высоты. Высота регулируется либо проставками, либо высотой крона. Проставку мы можем видеть здесь на прицеле Холосан. Добавляется проставка около 1 см, и сверху на нее прикручивается, тем самым поднимая прицел. Можно использовать так называемые райзеры, кроны, кронштейны. Куча есть иностранных слов. Есть ли русский аналог? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как я определяю высоту своего крепления? Я поднимаю оружие, удобно устраиваюсь, имея здесь контрольную точку. Обычно щуку на ружье я не использую. У меня есть контрольная точка. Я открываю глаза, и прицельная марка должна быть у меня максимально близко к середине стекла коллиматорного прицела. Я делаю так, чтобы моя шея не напрягалась, чтобы я не вжимал ее, чтобы у меня было естественное положение, и не утомлялись мышцы спины, мышцы шеи. Это ни к чему хорошему не приводит. Это на самом деле учит вас, если вы перенапряженно стреляете, учит вас просто неправильной стрельбе, и вы гораздо будете чаще промахиваться. Если вы хотите совершенно вертикальное положение, то, пожалуй, это тоже нереалистично, поскольку инстинктивно мы все-таки вжимаемся и чуть-чуть прижимаем голову, занимая более агрессивную позицию. Я бы сказал, что это что-то вроде стойки в единоборствах. Когда вы немножко вперед наклонены, руки у вас впереди, и голова чуть-чуть вперед наклонена. Это такое естественное, видимо, определяемое эволюцией состояние. Так вот, вы определяетесь, какая у вас будет стойка, положение головы. Если это карабин, есть возможность более распремлено настоять. Если у вас ружье, это более агрессивная стойка. Зависит уже от отдачи от оружия и от вашей техники. И по этому принципу вы выбираете, чтобы прицельная марка при нормальном, ненапряженном, естественном стрелковом положении головы была посередине. Нам нужно, чтобы точечка была плюс-минус в серединке. Можно использовать наклонные кроны и вертикальные кроны. Например, если вам надо использовать два прицела. Почему использовать два прицела? Для стрельбы из неудобных положений или как запасной прицел для ближних мишеней. Один пристрелен на 100 или 200 метров, а это на 15 метров. Такое иногда бывает. Но чаще это для неудобных положений. Я считаю, что наклонные кроны дают чуть-чуть больше вам свободы в том, как разместить прицел. Поскольку, например, если вы ваш боковой прицел захотите поместить сюда поближе, у вас будет дополнительное пространство, чтобы это сделать. Если же у вас прямой крон, то, возможно, вы будете ограничены. Например, короткая планка. Здесь планка достаточно длинная. Порядка 25 сантиметров. Иногда бывает планочка и наружных, и на карабинах очень короткая. А вам хочется либо чуть подальше расположить ваш прицел, либо расположить его чуть ближе к глазу. И поэтому, переворачивая крон, перекручивая прицел, можно располагать в большем диапазоне, чем это делать на вертикальном кроне. Итог. Как правильно установить прицел? Подстраивайте прицел под себя, а не себя под прицел. Используйте естественное положение, но с учетом будущей отдачи. То есть это должна быть укоренившаяся стрелковая стойка, где, подняв оружие и открыв глаза, прицельная марка будет ровно посередине. Не забывайте, что ваше оружие имеет специфику, чтобы установка прицела не приводила к задержкам.